Доброго времени суток всем зрителям и слушателям моего канала. Сегодня я решил разобрать первую акцию. Это будет компания «Газпром». Выбор на нее пал не случайен, потому что в последнее время очень много хайпа вокруг данной компании и вообще цены на газ в Европе, в мире. В СМИ очень часто, практически всю зиму говорилось о том, как цена на газ обновляет немыслимые рекорды. И мы с холодным расчетом попытаемся вникнуть в происходящее, так скажем, без вот этого радужного представления, как это делают средства массовой информации и так далее. Потому что слухи, что «Газпром» пойдет на 500, на 1000, на 2000 даже, то есть были такие, особенно когда вот цена доходила там в моменте до 400 практически. Такие разговоры были. Но мы видим, что цена данной компании уже долгое время в боковике фактически находится. При этом есть негативные сигналы. Это вот кто занимается техническим анализом, то есть такой взлет вертикальный, безостановочный, там с уровня 150, буквально до 400. То есть он был практически безоткатный в течение многих месяцев. И здесь вот образовался... Давайте рисование включу. Вот этот хвост продаж, что характерно для разворота тренда, в данном случае восходящего. Ну и мы видим, что акции данной компании стараются все время пойти вниз. Это видно вот по вот этим проколам. Я их называю «шипы», то есть потому что они были такие одномоментные. Это вот. Вот. И вот. Но при этом компания, да, то есть акции компании возвращались, ну, обратно. То есть были резкие такие проколы вниз. Что я считаю, компания, она хочет скорректироваться, да, вот. Но благоприятная внешняя вот эта вот ситуация именно на внешних рынках, это то, что цена на газ, она продолжается оставаться высокой. И то, что, в принципе, американский рынок находится еще на вершине. Ну и вообще многие там сырьевые товары, да, также. Сырьевые активы. И если смотреть уже по индикаторам, давайте возьмем Яма-50, традиционный Яма-200. Месячный график нам, конечно, ничего не даст здесь. А вот недельный, в принципе, объясняет, почему здесь такой долгий, достаточно такой восходящий тренд был. И очень часто акции данной компании росли. Здесь вот на недельном было, ну, такой паттерн, да, как уже говорил в предыдущих инструментах. Это вот пересечение Яма-50 и Яма-200 снизу вверх. То есть это золотой крест. Ну и мы видим, насколько цена в течение многого времени, да, шла вверх. При этом, как мы можем заметить, с падением вот как раз в 2020 году. Но все равно все выкупили, да, и компания потом очень сильно взлетела в цене. И, ну, недельный, да, то есть об этом пока ничего, то есть не говорит о том, что там все пойдет вниз вот именно на недельки, вот именно по вот этим скользяшкам. А вот по дневке здесь ситуация такая, что за это время, да, цена успела, допустим, здесь, после того, как цена скорректировалась. Сейчас включу рисование. Здесь на дневках она нарисовала вот этот также золотой крест. И тем самым она озолотила тех инвесторов, которые поверили в эту компанию и зашли вот на уровнях там, ну, меньше 200 рублей. Потому что у них была возможность зафиксироваться там выше 300 в течение долгого времени. И даже сейчас она есть. Но мы видим по вот этим скользяшкам, вот я вижу, что вот эта Яма-50, она все ближе и ближе подходит к Яма-200. Вот именно в текущий момент. То есть это говорит о том, что цена хочет, то есть, получается, вот эти скользяшки хотят пересечься. А как мы знаем, это вот как раз сигнал негативный. То есть это крест смерти уже. Ну, из-за того, что это сигнал к падению. И если в комплексе говорить о разных инструментах, то есть я уже как-то говорил, что все походит на падение именно 20-го года. И вот как раз в 20-м году, да, был момент, когда Яма-50 сверху вниз пересекала Яма-200. И потом цена так сильно упала. Но техника есть техника, да. Так, что-то здесь не получается. Со стрелочками. Но я думаю, вы меня поняли. Вот получилось. Давайте возьмем фундаментальный фактор. А фундаментальный фактор, я считаю, это цена на газ. Это вот поверх я отобразил. Цена на газ там, ну, в Америке. И видим, что вот исторически, да, цена не обязательно должна прям коррелировать точь-в-точь. Потому что вот здесь видно было, что сначала была цена взлет на газ. И у нас с каким-то лагом это тоже как бы, ну, акции компании, да, ну, взлетели. Но потом мы видим, что вот эти резкие всплески цены на газ там в космос. Потом следовал глубокий откат, причем до. То есть вот. Сейчас я включу рисование. Вот насколько цена на газ взлетела. И потом насколько глубоко она упала еще ниже от тех отметок, откуда она взлетала. Ну и Газпром, он, в принципе, с лагом повторил вот это все. Вот котировки, они резко взлетели. И потом при обвале коронавирусным довольно низко, да, то есть отсюда мы можем сделать вывод. А сейчас вот корреляция, она прям вообще сохраняется, то есть без всяких лагов. То есть мы видим, цена на газ высоко, акции компании Газпром также высоко. И если вот сейчас цена на газ, да, вот она взлетела сейчас в космос, можем сделать вывод, что цена на газ может очень сильно откатить там, то есть до минимумов, откуда она взлетала. Конечно, это может происходить, естественно, тут вот видно на графиках. То есть это не сразу происходит, то есть это постепенно. Но мы можем это предполагать и думать на основе вот этих исторических данных. Ну и вот цена на газ в Европе. Цена на газ в Европе особенно высока, то есть это вообще какой-то... Вот здесь реально какой-то космос. Ну и поэтому вот этот ажиотаж весь в СМИ, он и был связан именно вот с ценой на газ. Это мне напоминает ситуацию, когда вот падала нефть. И это же все фьючерсы, да, вот фьючерс на газ, там в Европе, в Америке. Когда фьючерсы, например, при падении нефти, то есть рынок настолько был безумный, что именно медвежий, да, вот когда вот это нисходящее движение было, что, получается, загоняли в отрицательную зону цену на нефть. А сейчас мы видим цену на газ, то есть вот именно до такого безумия ее разогнали вверх. То есть это вот тоже какие-то корреляции с помощью фьючерсов на какие-то, ну, сырьевые, да, активы управляют вот именно ценой акций. И, ну, и давайте вот посмотрим индикатор RSA еще. Но это не дневной, а именно недельный и месячный. Ну, вот месячный, допустим. Здесь просто видно адская просто перекупленность. Дальше. Смотрим. Недельный график. Но понедельному уже ситуация не такая, да. Страшная. Потому что вот очень долгое время находилось в зоне перекупленности. Ну, и сейчас вот индикатор, вот он разгружается. Но мы видим, что при падении очень похоже, что все-таки вот это нисходящее движение, оно еще не закончилось. Потому что, смотрите, здесь очень похожий паттерн, когда цена снижалась. И вот здесь. Это по индикатору. И вот сейчас вот этот был откат. Так, нет, я лучше вот так сделал. И вот сейчас вот что-то похоже. И могу сделать вывод, что индикатор пойдет дальше вниз. Соответственно, и цена пойдет вниз. Как раз вот в зону уже перепроданности. То есть это идет нисходящее движение. При этом цена, как мы видим, находится... Сейчас уберем индикатор. Находится фактически в боковике. Долгое время. Но этот боковик вот какой-то он нисходящий такой. Потому что, несмотря на вот эти вот провалы, цена все равно удерживается в каком-то узком таком диапазоне. Ну, он достаточно широк, конечно, из-за волатильности. Но все равно это на вершине происходит, если смотреть по графику. И сейчас вот еще интересная закономерность. Вот как цена снижалась. Точнее, даже падала. При падении двадцатого года. Вот мы видим. Раз. Два. Так, нет, тут без стрелочек надо. Три. Четыре. И потом падение. И цена здесь так, в принципе. Так, ладно, уберем вот эту стрелочку, чтобы она не мешала. То есть какой-то такой похожий паттерн. И потом ценой вниз. И здесь то же самое происходит, только... Это уже видно там. Вот если недельку лучше включить там. Но я это буду показывать на дневном. То есть очень похоже, да, вот. И исходя из этого, могу сделать вывод, что после вот этого боковика нисходящего, цена потом более уверенно пойдет вниз. А учитывая, что зима уже скоро закончится, и хайп вот с этим ценой на газ упадет, ну, так скажем, закончится, то это очень вероятно. Теперь посмотрим, до каких отметок вообще может скорректироваться, исходя вот с... Ну, исходя вот с каких-то вот знаков, да, по техническому анализу. Как вы знаете, я люблю изучать вот эти всякие гэпы, шипы там. И вот по гэпам ближайшая зона, на дневном вот именно. Она в районе... Там я смотрел вроде 225, где-то 230, по-моему. Точно более скажу, когда уберут от рисования. А вторая зона интересная, где только тенями от свечи перекрыт гэп, там вот уровень 161, что ли, то есть вот где-то вот так. То есть когда цена перекрывает только лишь тенью от свечи предыдущую, ну, это тоже считается как, можно сказать, своеобразный гэп, то есть непроторгованная зона. Чтобы более точно... Да, вот. То есть я прям наизусть уже практически выучил этот инструмент. 225-230. Такая вот очень привлекательная отметка для спекулянтов. Ну и тут, наверное, только если случится какой-то форс-мажор, да, то есть какой-то сильный негатив, все-таки вот этот уровень 161, он реально. Предпосылки к сильному снижению, они есть как с точки зрения фундаментала, да, так и с точки зрения технического анализа. Поэтому инвестировать сейчас вот на этих отметках, я считаю, что данные отметки, они не привлекательны. То есть нужно дождаться хотя бы, чтобы цена вот пришла вот и закрыла гэп в районе, ну, где я вот говорил, да, там 225-230 хотя бы, чтобы уже начинать присматриваться к этой компании. Но не раньше. То есть все довольно рискованно с точки зрения долгосрочных там инвестиций. На сегодня все. Надеюсь, вам информация понравилась. Увидимся в следующих видео.